Добрый день! Сегодня я готовлю еще одно очень интересное, я бы даже сказал, оригинальное блюдо из африканского клариевого сома с гарниром из печеных овощей. Я уже подготовил, ну то есть зачистил морковь пастернак, у меня здесь есть лук, я их режу такими крупными кусками, морковь режу вдоль, вот так на 8 частей каждую, каждый корешок. У меня есть пастернак, который тоже пойдет в запекание, потому что это зимний овощ, зимой у него сезон и он прекрасно себя чувствует в запеченном виде. Сельдерей, остатки стебля сельдерея у меня, вот тут лежали, это все для ароматизации нашей овощной смеси. Обязательно понадобится мне фольга. В несколько слоев сворачиваю фольгу, вниз я кидаю лук и сельдерей, сверху я выкладываю морковь, ну и пастернак. Обязательно не забудьте про тимьян. Все ароматы Франции у нас будут в одном флаконе. Чеснок я сделаю так, три зубчика давлю, вместе со шкурками бросаю прям в овощи. Так будет вкуснее и чеснок у нас отдаст все свои ароматы и вкусы вот сюда к овощам. Обязательно соль. Давайте так, маслом вначале польем, чтобы все специи и соль в том числе прилипали. Масло не жалеть, оно потом все равно останется на дне фольги. Теперь добавляю еще немного соли, чуточку острых специй. Так гамма будет вкусовая интереснее. И конечно же у меня лежит здесь половинка апельсина. Поливаю соком не сами овощи, а даю апельсиновому соку возможность оказаться на дне. Когда мы свернем конвертик, он останется на дне и будет испаряться и пропитывать своими парами как раз таки вот эти коренья, которые у нас должны стать основой нашего гарнира. И теперь мы формируем конверт. Вот так. Делаем чуть-чуть наверх, чтобы сок и масло стекло к середине. Оставляем немного воздуха. С этой стороны так же. Вот что, задираем наверх. Подворачиваем. Вот так. Получился вот такой конверт, который мы делаем что? Да, правильно. Кочергой разгребаю угли. На дно мангала или печки ставлю конверт. Раз. И все. И засыпаю углями. И они внутри, внутри пакета будут томиться, а я в это время перейду к рыбе. У сома есть брюшная часть. Она заканчивается вот таким вот анальным отверстием. Мы все это прекрасно знаем. Никакого секрета в этом нет. И в общем я даже не сматерился. Вот смотрите. Вот эта часть у нас реберная идет с костями. Здесь ребра, которые могут пойти на каре, которые могут служить хорошим дополнением и ингредиентом в супе. И еще можно много для чего это все сделать. Но мы забываем о том, что есть очень прикольный, интересный и бескостный стейк, который я называю хвостовой стейк. То есть вот в том месте, где у нас заканчивается брюшная часть, мы разрезаем африканского сома поперек. Что мы видим? У нас здесь нету никаких костей, кроме хребта. Все. Эта часть очень удобная к приготовлению. Многие повара ей пренебрегают, но я вас уверяю, что это прям нереально крутой стейк. Если бы мне в ресторане давали возможность выбирать, брать мне например стейк бабочку или стейк, если люди просто отрезают с реберными вот этими вот частями, я бы конечно выбирал хвостовой. Здесь это удобно, вкусно и красиво. Смотрите, 2 сантиметра примерно толщиной должен быть стейк. Вот. И я его сразу отправляю на сковородку. На сковороде у нас сливочное масло. Все, дальше уже у нас остается тонкая часть, поэтому здесь стейки такие несущественные. Либо делайте их шире, обрезайте, либо вот остановитесь например на трех стейках, как я. Для одной подачи этого будет достаточно, здесь около 200 граммов в чистом виде, поэтому соответственно после жарки там 150-170 останется. Их конечно же нужно обязательно приправить. У меня здесь есть смесь перцев, молотая смесь перцев. Не забывайте про соль. Переворачиваю стейки на другую сторону. И то же самое делаю с этой. Приправляю. Делаю стейки вкусными. Ничего страшного, если они у вас постоят немного, пропитаются солью. Дальше у нас по плану соус. Я выжал фреш 3 апельсинов, 3 больших апельсинов. Я включаю его, довожу сок до кипения и увариваю в 2 раза. Овощи в углях у меня останутся на 20 минут, за это время я надеюсь, что они полностью пропекутся. Главное не перебарщивать с углем, если завалите большим количеством сильного жара, конечно они возможно могут и сгореть. Когда апельсиновый сок уварился в 2 раза, добавляем сюда столовую ложку горчицы. И провариваем буквально пару минут для того, чтобы уксус, который находится внутри горчицы, испарился. При нагревании он прям моментально улетучивается и у нас получается соус с вот такой вот текстурой горчичной. Маленькие семечки будут лопаться на зубах. Пахнет прекрасно, апельсиновый сок дает такой, как бы это сказать. Вообще основа всех там вот этих вот приварочных супов американских, апельсиновый сок, уксус, сахар. Почему они апельсиновый сок так из пакета прям льют, уваривают его, сахар добавляют. Вот как только у нас лишний уксус выпарился, я сразу же добавляю сюда 3 столовые ложки кетчупа. Но кетчуп рекламировать не буду, самый вкусный возьмите, какой вам нравится и добавьте в соус 3 столовые ложки. Ставлю на самый маленький огонь и пусть у нас соус уваривается. Примерно минут, наверное, 10, не больше, до тех пор, пока у нас все оставшиеся ингредиенты не будут готовы. Рыбу, конечно же, я отправлю в печь. Почему? Потому что там она запечется по-настоящему, приобретет аромат дыма и костра. Самое главное, я обожаю огонь, мне это редко удается сделать. Там пламени нету, поэтому они сейчас вначале подкоптятся, я думаю, что через 10 минут и овощи, и стейки будут готовы. Рыбу пора снимать. Она у нас слегка постоит, доготовится здесь, потому что чугунная сковорода долго держит тепло, и рыба может какое-то время еще спокойно доготавливаться. Дымом она напиталась. Теперь овощи. Большие щипцы, потому что, конечно, пакет у нас горячий, нужно его сдуть, лишний мусор, и переставляем его на доску. Аккуратно, чтобы не обжечься, открываем фольгу. Ах, какой аромат идет изнутри, там внутри все томилось, варилось, запекалось. Смотрите, какие овощи. Получились шикарные, шикарные, великолепные, красивые овощи. Аромат просто не описать, не описать. Берем пастернак, можно вот с краев прям подпекшиеся, красивые, загорелые части. Обязательно морковка, она, кстати, полностью приготовилась. Если вы хотите, обязательно добавьте и стебель сельдерея, и какое-то количество лука. Но это по желанию, я вообще не планировал добавить, но здесь такой аромат, что я решил, непременно это должна быть часть нашего блюда. Соус, который у нас прокипел, мы сюда должны добавить в конце кусочек сливочного масла, для того, чтобы соус стал блестящий. Для того, чтобы при остывании масло позволяло соусу быть стабильнее, интереснее, и самое главное, добавить ему сливочный вкус. Поэтому мы уже не кипятим, а просто размешиваем соус, растворяя в нем небольшой кусочек масла. Рыбу выкладываем в той последовательности, которая вам нужна. Смотрите, как тарелка подходит по цвету к рыбе. Шкура у рыбы такого серебристо-темного цвета, не знаю, как правильно его назвать. И как раз-таки вот подходит под цвет тарелки. Теперь горячий соус. И украшение. Осталось взять ростки гороха, кинзу, укроп или петрушку, неважно. Главное, чтобы было красиво. У меня ростки горошка. Он продается на Драгомиловском рынке. А еще его в рестораны заказывают шеф-повара у поставщиков. Поэтому, если у вас нет горошка, украшайте, чем захотите. Самое главное в этом блюде, это хвостовые стейки, потому что в этом смысл. У Сома хвостовые стейки, это, на мой взгляд, самая лучшая его часть. Вот это блюдо, которое у нас получилось, по сути, в углях, да, в мангале. Оно стало, на мой взгляд, вообще для меня, например, огромным открытием, что можно приготовить настоящее полноценное ресторанное блюдо вот так вот, раз, на коленке. Самое главное, это африканский кларьевый сом. Простые сезонные овощи и фрукты. Вкусно, здорово, красиво, великолепно. Приятного аппетита, друзья!